приветствую всех любителей винограда а также своих подписчиков меня зовут юрий стражев и канал виноград лично друзья уже на сегодня 10 июля 21 года и я хочу ответить на несколько вопросов скопились вопросы мне задаете вот хочу на них ответить на сегодняшнее число состояние виноградника хорошие виноград перерос уже давно верхнюю проволоку уже все лозы подвязаны уже в этом как бы немножко легче осталось потому что подвязать каждую лозу это тоже занимает очень много времени пасынки обрываются уже туда же вот видите начинается свисающий прирост еще вопрос про чеканку чеканю ли я сейчас вот и летом свою виноградную лозу хочу сказать что не чеканю вот смотрите у меня виноградная лоза идет со свисающим приростом и на данный момент чеканка не происходит когда лоза буквально уже отрастает и касается земли или там ближе к земле подрастает тогда я уже произвожу чеканку мне нужно чтобы листовой аппарат больше нарос потому что еще расскажу что нагрузка оставляю максимальную что можно оставлять на лозе и мне нужно листовой аппарат поэтому сейчас чеканку я не произвожу единственное что я уже чеканил теплицу потому что теплица лоза уже там за три метра до четырех метров выросла я уже там чеканил и первый вопрос что мне задавался я такой что в каком состоянии мои годовалая сажен даже не годовалая а вот саженцы которые посажены в в этом году в мае месяце хочу сказать что хотя погодой позволяет но не знаю как у вас у меня они почему-то очень долго сидели в земле очень поздно стартанули на сегодняшний момент вот посажены даже вот смотрите кустик такой вот только только недавно можно сказать неделю назад пошла вегетация очень долго сидели я конечно ничего тут не не делал не поливал не не поливать поливал кормить не кормил потому что задавался друзья такой вопрос можно ли кормить в допустим куриным пометом или там потом коровяком когда виноград посажен и сидит на одном месте кормежки как бы нежелательно нежелательно производить я так и не делаю и не делал вот как только уже видится пошла уже вегетация пошел рост саженца то тогда уже можно подкормить даже тем самым и коррек он не сильно там пропорцию маленькую но можно подкормить так на это ответила еще был такой вопрос нужно ли на вот таком же самом саженцы который посажен этом сезоне нужно ли удалять пасынки вот друзьям хочу показать опять же на этом кустике например и вот смотрите пасынки идут снизу да если их поставлять здесь просто будет очень много пасынков и как бы куст станет таким большим пышным нам уже в первый год развития нужно выгнать одну вазу максимально две поэтому пасынки пасынки вот эти вот я просчитываю после одного листика не два оставляю как обычно оставляю один листик только этого достаточно друзья если если у вас допустим 1 лоза и вы хотите но развивая развитие очень хорошее идет саженца то можно оставить внизу вот первый пасынок можно оставить еще дополнительную это будет дополнительного завести дополнительно будущий рукав да если конечно развитие идет хороший да вот я попробую оставить развитие пошло и вот пасынок пускай будет вот таким макаром получается вот сейчас такой у нас красивый будет расти саженец вот уже подрастает к первой шпалерной проволоки еще такой задавался друзья вопрос можно ли или нужно ли удалять листья сейчас в районе гроздей так вот на данный момент листья удалять точно не стоит в районе гроздей вот потому что смотрите сейчас вот когда ягода такая зеленая она твердая дубовая такая очень большая вероятность что вот ягоду в таком стадии развития она при палится на солнце спалится поэтому листики сейчас обрывать не стоит не нужно как только ягода станет размягчаться станет мягенькая увеличится в размере и может поменять в цвете начиная так раз у нее проявляется тогда вот уже листья можно удалить в районе гроздей я сейчас вот удаляю вот этих два листика вот видите вот этот маленький я удаляю листик и следующий 2 они как бы уже бесполезные они уже свое так сказать отработали для чего удаляю друзья потому что смотрите у меня все таки очень-очень видите часто лозы расположены то есть загущенность немножко есть я как бы ну всегда так делаю может это и неправильно но хочу максимально взять урожая с куста кусты хорошие кусты мощные почему бы и нет вот и вот этих два листика с нижней части вот я сейчас их и удаляю для того чтобы уже было лучшее проветривание на друзья смотрите заодно видите проволочка не посмотрел если у вас завязано то нужно немножко расслабить потому что вот уже идет перегибы вот вот друзья вам хочу показать сейчас развитие моих технических сортов которые здесь вот посадил при заборы здесь у меня денисовский маркет вот развитие хорошие кустики растут ничем я их не кормлю тут они сами по себе техноры хорошо растут на песках вот поэтому все здесь хорошо вот по 2 по 3 лозы идет с кустика так что технические сорта растут хорошо друзья сейчас мы находимся в теплице и задавался такой вопрос обязательно ли подвязывать у сорта преображения грозди смотрите сами я всегда подвязываю и вот буквально сегодня прошел подвязку и смотрите что я у себя обнаружила видите грозь большая грозь большая и вот уже на грибни ножки идет перегиб видите вот вот уже даже треснула снизу вот не доглядел вот видите нужно аккуратненько подвязать потому что здесь перегиб идет где ножки питание не пойдет и ваша грозь просто засохнет вот я уже подвязал видите конечно немножко некрасиво это такой вот большой большой минус для сорта проображения да кстати маленькие гроздачки вот если видите маленькая грозь . подвязывать не обязательно вот вот как скажете как же подвязывают в промышленных масштабах у которые люди выращивают виноград проображения допустим это что же столько времени подвязать грозь так вот выходит из положения вот смотрите располагает грозди не перпендикулярно не перпендикулярно старой древесине а с наклоном ведь идет с наклоном и тогда вот здесь от гребни ножка даже не не подвязал подвязал а вот смотрите видите гребни ножка здесь очень такая получилась не не странная так сказать не свисающая такая и здесь уже перегиба не будет а вот когда идет перпендикулярно вот вот тогда идет перегиб поэтому сейчас друзья подвяжем с вами вместе с вами смотрите подвязывать нужно за крылья то есть за ответвление за нижние крылья ни в коем случае не здесь потому что толку от этого не будет вот несколько раз игровочку заводим за гребни ножку игровочка может быть любая мягенькая главное чтобы лошад не жесткая вот вот у меня получается беленькая такая шнурочек такой за зажимать тоже сильно не нужно потому что чтобы питание опять же могло поступать и нужно подвязать где-то в сторону и вот этот момент нужно расслабить вот я сильно не буду друзья чуть-чуть потому что здесь уже произошел перегиб не факт что уже это меня поможет и сработает может эта гроздь уже большая и завянет питание будет поступать вот такой большой минус у проображения хотя выдает хорошие крупные розочки так что друзья не поленитесь сделайте подвязку виноградных гроздей у сорта проображения вот такие уже идут увеличиваются ягодки все хорошо заодно друзья вам хочу показать уже идет окрашивание гибридной формы каталония вот уже ягодка начинает менять цвете вот уже хорошо уже радует первые самые так сказать ультра ранние формы меня на данный момент каталония еще друзья такой вопрос задавался по подкормкам сколько раз и до какого времени можно кормить взрослые кусты и молодняк удобрения азотными удобрениями так вот у нас уже сегодня 10 числа до средины лета получается вот еще до 15 ну до 20 грубо говоря если у кого там не получается можно подкормить и нужно подкормить виноградные кусты которые особенно уже взрослые кусты которые под нагрузкой у нас обязательно подкормить и вот еще вот я вам специально сюда подошел это у меня вот эта трехлетка где трехлетка где двухлетка то есть молодые кусты как видите уже нагрузку я им даю в розочки есть вот растет обязательно я их кормлю обязательно обязательно потому что хочу выгнать еще вот видите глаза особо так они выросла не подросла но кормлю 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 буду сегодня производить друзья кормил к подкормку под корень это опять на основе коровяка вот уже стоит у меня бочка с водичкой вчера напущена она уже так сказать нагрелась тепленькая принесем сюда настоянный коровяки и будем опять делать в трубы заливные будем делать подкормку сколько до какого времени можно кормить молодые кусты которые посажены в этом году весной то можно принципе до конца июля уже с августа начнем или и взрослые кусты и эти молодняки калийно-фосфорное удобрение можем переходить на подкормку то есть наставить золу или монофосфат калия что у кого есть но при подкормке друзья обращаем внимание на жирующие кусты если у вас такие есть то есть лоза лоза вот лоза толщиной с такой палец и их много то кормежку эту лучше не производить такие кусты лучше напоить водой но кормить не нужно потому что еще больше зажирует это нам не нужно также друзья не забываем смотреть и следить за чистотой на свои виноградники то есть кто еще не успел или не получилось сделать обработку после тетения когда уже ягода в стадии гороха сделайте эту обработку от болезней от мильдиотаидима потому что у нас допустим сейчас стоит жарко погода жара и когда ягода очень такая еще зелененькая маленькая возможность подхватить аидиум очень велика если в вашем регионе идут дожди и очень теплая погода то мильдиот тоже можно схватить поэтому сейчас вот этом еще состоянии стадии таком развития винограда обязательно делаем профилактические обработки от болезней подписывайтесь на канал друзья ставьте лайки всем хорошей погоды всем здоровья всем пока